11 апреля 2020 года. С праздником, мои дорогие! С Лазаревой субботой! Сегодня я опять говорю с вами из дома, потому что на улице у нас в Иерусалиме идет дождик, достаточно сыро и прохладно, и ни в сад ни на балкон мне, увы, не попасть. Однако, это не помешает мне рассказать вам сегодня о Марфе Марии Лазаре, о воскрешении Лазаря, поговорить с вами о нашем общем воскресении, а также показать замечательные кадры из Вифании. Эти кадры мне предоставил телеканал «Союз». Мы в 2019 году, в июне месяце, снимали последний сезон нашего проекта «Паломники онлайн». Многие из вас об этом проекте знают, он идет уже много лет на телеканале «Союз». И вот как раз мы делали передачу о Вифании, и я с разрешения телеканала, разумеется, воспользуюсь сегодня некоторыми кадрами, чтобы показать вам Вифанию. И, наверное, сегодняшний мой рассказ о Марфе Марии Лазаре, поскольку наш с вами формат позволяет, у нас нет ограничений по времени, будет несколько чуть более детальным, может быть, углубленным. Тем более, признаюсь честно, я никогда не пишу текстов, которые я говорю, это каждый раз импровизация. Поэтому в любом случае получится что-то совсем другое сегодня. Однако, если вам интересно, и я очень рекомендую вам посмотреть нашу передачу, вы можете легко найти ее, называется это «Паломники онлайн-2019». В Вифании, собственно, найти это можно опять же в Ютьюбе, очень-очень просто. Итак, Марфа, Мария и Лазарь. Эти люди стоят в Евангелии как-то особо. Во-первых, упоминается о них в Евангелии целых три раза. Упоминается воскрешение Лазаря, посещение Господа Марфы и Марии, о чем мы сегодня тоже поговорим. Помните, когда Марта хлопотала по хозяйству? И Мария упоминается также вот в том эпизоде, где, помните, женщина, разбившая алавастр с драгоценным миром, помазавшая ноги Господа, готовившая его к погребению. Как написано в Евангелии, это та самая Мария, сестра Марфы и Лазаря. Мало того, эти люди в Евангелии называются друзьями Христовыми. И написано, любил Господь Марфу, Марию и Лазаря. Как удивительно, как чудесно сподобится такого именования «Друг Христов». Вот мы с вами часто молимся Господу, мы просим о чем-то, мы благодарим. И вот задумываемся ли мы иногда, что, в общем-то, призваны-то мы быть друзьями Христовыми. Не рабами, не просителями, не заказчиками каких-то благ, а его друзьями. А друзья, значит, несут и тяготы, друзья несут и крест, друзья участвуют в исправлении других людей. Вот если мы друзья Христовы, то мы и на ближних своих будем смотреть по-другому. Будем смотреть на них так, как смотрит на них Господь. С желанием их исправить, им помочь, а не с осуждением или какой-то злобой. То есть вообще-то мысль о том, чтобы быть другом Христа, рождает очень много всего. И я очень рекомендую подумать над этим, тем более сейчас есть на это время и повод. Так вот, кем же были эти удивительные люди? И почему сподобились они, за что сподобились они называться друзьями Христа? Ну, начнем мы с самого начала. С того, что в Евангелии рассказано, в общем-то, очень мало. Однако дано много намеков, которые понятны были читателям того времени, потому что они знали образ жизни людей. Вот это я и расскажу вам. Во-первых, само место, где живут Марфа, Мария и Лазарь – Вифания. Вифания – это была малюсенькая деревушка на восточном склоне Илеонской горы, то есть с той стороны, где Илеон спускается к Иудейской пустыне. То есть у нас гора Илеон стоит между Иерусалимом и Иудейской пустыней, как такая заградительная стена. Илеон – это горная гряда небольшая. По западную его сторону – Кедронская долина и старый город Иерусалим, а по восточную сторону – Иудейская пустыня. Вот на этом восточном склоне находилась деревенька Вифания. Само ее название на иврите звучало как «Бейт-Ониян» и переводилось как «Дом бедности». Иерусалим всегда был перенаселенным и очень дорогим городом. Как и сейчас, так и в те времена. Ничего особо не изменилось. Так вот, те люди, которым не хватало средств жить в самом Иерусалиме, жили вот в таких маленьких деревнях. Однако, видимо, эта была уж очень бедная, если даже она получила название «Дом бедности». И вот в этой деревне живут брат и две сестры. Можно с точностью сказать, что Лазарь не был женат. Почему? Потому что мы видим с вами, что в доме хозяйка Марфа. Значит, она была старшей сестрой. Мария была младшей сестрой, соответственно. Помните, когда Господь посещает Марфу и Марию, и Марфа бросается на кровать на стол, полно заботится об угощении, а Мария, забыв все, открыв рот, слушает слова Господа, сидя у его ног. И Марфа делает замечание Марии, говорит, наставниче, не ближеешь ли, что Мария единуме, остави служить ирцы ей, да ми поможет? Если бы Лазарь был женат, то жена Лазаря гоняла бы и Марфу, и Марию, да, она была бы старшей. Старшей в доме всегда была женщина, старшая по положению, не по возрасту, так было в то время. Соответственно, Лазарь не женат. Оно и понятно, видимо, у него не было денег на то, чтобы обзавестись семьей. Также можно сказать с уверенностью, что и Марфа, и Мария не замужем, иначе бы жили они, естественно, со своими мужьями. Однако они живут с братом. Есть предание о том, что семья эта когда-то жила в Иерусалиме, и что отцом их был первосвященник, которого звали точно так же, как Лазарь, первосвященник Элеазар. И вот случилась, мы не знаем, что случилось, какая-то трагедия, может быть, какая-то болезнь, которая унесла жизни и отца, и матери Лазаря, Марфа и Марии. И они остались сиротами. Это наиболее распространенное мнение, что они были сиротами. И, видимо, достаточно с раннего возраста, может быть, подросткового возраста, и поэтому как-то справлялись в жизни сами. Почему не было других родственников? Да по разным причинам. Может быть, когда умерли родители, Марфа, Мария и Лазарь уже были вполне самостоятельными, и Лазарь работал и мог обеспечить своих сестер, и не пожелал жить на иждивении у кого-то из родственников. А может быть, родственники жили слишком далеко, и в Иерусалиме действительно у них больше никого не было. Всяко могло быть. Тут мы не можем догадаться. Видим только, что они сироты, живут одни и в большой бедности. Откуда предание, что семья их когда-то была известна в Иерусалиме и явно была очень благочестивой и на хорошем счету? Потому что, когда умирает Лазарь, многие иудеи, написано в Евангелии, перешли от Иерусалима да плачут с Марфой и Марией. Ну, представьте себе, сколько людей умирало в окрестных деревнях. Необязательно иудеи из Иерусалима ходили горевать в каждую деревню с каждой семьёй. То есть явно их семью знали. И такое горе, что дети, во-первых, были сиротами, как-то справились, а теперь и брат умер, и девушки остались в результате и незамужними, и без приданного, да ещё и без мужчины в семье. Это, конечно, очень и очень большое горе. Марфа же и Мария после смерти Лазаря сидят в положенный семидневный траур. У нас в Израиле и сейчас этот закон соблюдается древний. Если умирает близкий человек, даже на работе дают отпуск семидневный, чтобы человек мог сидеть с Шиву. Шива – это семидневный траур. То есть семь дней сидения, если так перевести дословно. В эти дни человек, родственник покойного, ничем не занимается. Он сидит в обычно разорванной, нестиранной одежде, показывая горе, не заботится о своей внешности, не красится, не причёсывается, соответственно. Им даётся семь дней для горевания, для оплакивания утраты. И также даётся возможность родным посетить семью, потерявшую близкого человека, и погоревать вместе с ними. Обычно двери дома открыты, могут даже люди с улицы зайти, если дело происходит в каком-то небольшом поселении или в деревне. И каждый может посидеть, поплакать вместе с близкими, угоститься, обязательно ставиться какой-то сок, какие-то булочки простые или печеньки, помянуть как бы покойного. И вот так продолжается семь дней, семь дней траура. Вот Марфа и Мария и сидели эти семь дней по древнему обычаю, закону. Господь нарочно выжидает и приходит в Вифанию на четвёртый день, потому что имеет он совершить великое чудо. Господь приходит и, не входя ещё в деревню, присаживается на камень. Этот камень сохранился до сих пор. Изначально он находился возле древней Вифанской дороги. Эта дорога сейчас находится на территории русской Вифанской школы, был устроенный в 30-е годы русской зарубежной церковью. А камень находится в монастыре Марфы Марии Лазаря Греческом. Монастырь был построен в 50-е годы, и камень этот туда перенесли. То есть в Вифанской школе дорога в монастыре камень. Тот самый камень, на котором сидел наш спаситель, когда беседовал с Марфой Марией. Субтитры пределе НАПРА��, ТОВЕРАТ, Ковцер и Ковцер. Субтитры пределе И хотя бы 7 сантиметров, Хiąтой бел 페тер. Субтитры пределе Кское packages Итак, Господь присаживается на камень у дороги. Тут же кто-то его заметил, сказали Марфе, прибегает Марфа. И что говорит она? Она не просит Господа воскресить ее брата. Она говорит, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой, но и сейчас знаешь, что чего не попросишь ты у Бога, даст тебе Бог. Она признает пред Спасителем только свою веру. Она открывает перед ним сердце, она изливает ему свое горе, но ни о чем не просит, потому что друзья не просят. Друзья и так знают, что им нужно. Она прекрасно понимает, что Иисус Христос, Господь наш, прекрасно знает, что ей нужно. Дальше Господь говорит удивительные слова Марте. Он говорит, воскреснет брат твой. Марфа отвечает, знаю, что воскреснет в последний день. Здесь она говорит о том, о чем пророчествовал Эзекииль, то, о чем мы читаем с вами у других древних пророков, Даниила пророка. Мы читаем о страшном суде, о том, как перед вторым пришествием Господа восстанут, воскреснут из гробов все когда-либо жившие люди и предстанут на суд. И вот она и говорит об этом воскресении, да, то есть верую, что воскреснет. А Господь переводит ее ум совсем на другое. Он говорит, я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня не умрет, и ащи умрет, а живет. Вот это удивительный момент впервые за весь евангельский рассказ. Господь говорит нам о том, что воскресение происходит через Него, что Он есть источник воскресения. То есть до этого Господь в Евангелии неоднократно говорил о своем воскресении. А здесь же в Вифании впервые Он говорит о воскресении нашем. Мало того, обещает нам это, и в прообраз этого нашего воскресения воскрешает Лазаря. Но воскрешает Его не просто так. Воскрешает Он Его по вере Марфы. Господь говорит, я есть воскресение и жизнь. Веришь ли тому? Марфа отвечает. Веруй, что ты Сын Божий, грядущий в мир. Вот нам с вами кажется, ну как естественно, да, это сказать. Это же и так понятно, что Господь Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель мира. Это понятно нам, сегодняшним христианам, потому что мы уже знаем, что Христос воскресе, да, мы уже живем в новозаветные времена, Марфа же ветхозаветный человек. И для нее, простой женщины, не учившейся нигде закону, да, просто сердцем назвать человека, учителя, назвать его Богом, назвать его Сыном Божиим, грядущим в мир, то есть Бога-человеком, по сути дела, как это Сын Божий. Это как Адам, да, это Бога-человек, да, то есть божественность Христа и его человечество. Она признает его новым Адамом, она признает его Сыном Божиим, она признает его Богом, взявшим на себя плод человека для его спасения. Это удивительно, такая мудрость, и удивительно дерзновение ее, потому что если бы это слышал кто-то из фарисеев рядом стоящих, и досталась бы Марфе, как ты можешь, женщина, такая сякая, не ученая, учитель и раввина называть Богом? Она с сердцем чувствует, что это он, верой, да. Вот очень часто действительно христиане в диспутах с иудеями, например, да, пытаются доказать им истинность того, что Христос есть долгожданный Мессия и Спаситель при помощи цитат из пророков, из Священного Писания. Это правильно, но очень часто это не работает, потому что вера в Господа – это вера. Да, как сказал один католический монах в свое время, «Знаю, потому что верую, а не верую, потому что знаю». Есть целый ряд вещей, которые берутся верой, а потом приходит знание. Еще никого не удалось убедить в полемическом споре. Обратите внимание, почему я, кстати, терпеть не могу споры на страницах соцсетей, в контактах, либо в Фейсбуке, либо в Ютьюбе, либо в комментариях. Это бесполезно и совершенно безнадежно. Можно высказать свое мнение один раз, но потом вступать в перепалку, переписку – это ничего не дает. Есть вещи, которые духовного порядка, и невозможно их через ум, через логику постичь, и тем более доказать кому-то. В жару спора, ну, не всегда. Истина может рождаться, но не та, не духовная истина. Духовная истина в жару, в полемике спора, как правило, не рождается. Так вот, и здесь Марфа просто верой говорит. У нее нет доказательств, она просто верит в это. И дальше прибегает Мария с теми же словами. «Если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой». Опять же, какое смирение! Вот действительно, друзья Христовы, какое смирение ни о чем не просит. Просто плачет и изливает ему сердце, веруя, что он и так знает, что им нужно. И вот Господь очень любил Лазаря. И в виде их скорбь он плачет. Он прослезился и говорит, покажите мне, где вы его положили. И вот они приходят к огробу Лазаря, погребальная пещера, завалена огромным камнем. И Господь говорит, отвалите камень. И вот здесь опять проверка веры Марфы. Потому что Марфа говорит, Господи, ну уже смердит, он уже четверодневен. То есть за четыре дня в огробе уже пошло разложение тела. Естественно, пошел смрадный запах. Так Господь говорит, не сказал ли тебе, что если будешь веровать, увидишь великие чудеса. И вот сейчас решение Марфы. Только она, старшая сестра, может дать это безумное по человеческим понятиям приказание отвалить камень. Иудеи, наверное, думали, что она от горя просто ума лишилась. Зачем отваливать, зачем тревожить покойного? Как бы, да, это и неблагочестиво. И она велит отвалите камень. И вот Господь произносит, Лазаре, гряди вон. И происходит чудо, которого не видел никто и никогда, которого не было и в Ветхом Завете, потому что воскресает четверодневный мертвец. Господь очень много воскресил умерших, но это были умершие только что. Вспомните, девица в Капернауме, дочь Иаира, начальника синагоги, сын Наинской вдовы. Это люди, умершие только что, здесь же прошло четыре дня. Значит, Господь не просто своей волей возвращает душу обратно в тело, а Господь восстанавливает разрушенные ткани. И я не медик, прошу прощения, не знаю, что точно происходит за четыре дня, в какой степени разлагается тело. Но, тем не менее, он восстанавливает то разрушение естественное, которое уже пошло. И поэтому это прообраз нашего воскресения. Если мы хоть на секунду сомневаемся, как же мы воскреснем, ну как же это возможно? Даже уже во II веке Тертулиан оппонентам говорил, что вы смущаетесь, что, мол, а если у кого-то тело съедено было дикими зверями? И частицы этого тела, пройдя через организм тех диких зверей, распространились, неизвестно, какая стихия их уже взяла. В воде ли они, в земле ли, в огне ли, как человек воскреснет. Не все же лежат в могилах, как положено там, да, да и то через там тысячу лет, что там остается? Прах. Так вот он говорит, Бог, создавший нашу Вселенную из атомов, микрочастиц, как мы сейчас понимаем, да, неужели он не может приказать, чтобы все стихи и вот эти элементы человеческого тела вернули, отдали обратно, и они соединились обратно в тело? Конечно, возможно. Против же тех, кто говорит, что воскреснет только душа, а зачем тело воскресать? Тело бренное, от него, мол, одни грехи, одни падения, тело подлежит земле, душа подлежит вечности. Это Платон так считал, да, это древняя философия, но у нас, у христиан, по-другому, потому что Господь, создавая человека, создает сперва плод человека, потом вдыхает в нее душу живую. Соответственно, по первенству создания не воскреснет ли плоть? Раз первый ее создал, неужели не будет она иметь почтение от Бога и честь, и воскреснуть, да, вместе с душой? Во-вторых, плоть наша человеческая, сестра Христова, как называет ее Тертулян, действительно это так. Господь принял на себя человеческую плоть, значит, никак не может она отождествляться с грехом и мерзостью, и низостью, а вот, мол, только душа бессмертна. Другое дело, что мы не заботимся о плоти нашей, о теле нашем, мы оскверняем его грехами, делаем его немощным, делаем его слабым, делаем его греховным. Но это уже наше, Бог же создал абсолютно чистым и тело наше, и нашу душу. Мало того, человек трех составен, дух, душа и тело. И невозможно это разделить и сказать, что тело у нас живет своей жизнью, душа живет своей жизнью. Никак нет. Они живут вместе и составляют вот то единое целое, то есть, собственно, человека, то, чем мы являемся с вами. И вот сам гроб Лазаря Четверодневного сохранился до нашего времени. Сохранился благодаря дивной царице Елене. Царица Елена еще в IV веке посетила Святую Землю. Это мать императора Константина Великого, для тех, кто не знает. Она посетила Святую Землю, было ей 79 лет. Она нашла крест Христов, нашла многие-многие святые места, отметила их храмами. В том числе заложила и она огромный совершенный храм над погребальной пещерой Лазаря. И вот эта погребальная пещера входила в комплекс этого храма. Храм был очень-очень большой, базилика большая. Впоследствии же, в VII веке, разрушен этот храм был персами. У нас было страшное персидское нашествие в 614 году. И вот после этого храм стоял в развалинах, был отремонтирован крестоносцами в XI веке, был католическим храмом какое-то время. В XIII веке Саладин Крестоносцев прогнал с нашей земли и участок попал к мусульманам. Мусульмане вообще все святыни нам вернули в тот момент. Но некоторые остались за ними и так закрепились с течением веков. Вот в частности, это гроб Лазаря и место Вознесения Господня. До сих пор эти два места принадлежат мусульманам. И вот в XVI веке мусульмане поставили мечеть таким образом, что она отрезала гроб Лазаря, который к тому времени находился уже глубоко под землей, культурный слой нарос, естественно, от входа в храм царицы Елены. Соответственно, получается, что теперь мы спускаемся не через базилику в пещеру Лазаря, входим, как это было раньше, а с вершины холма, в котором Лазарь был похоронен. Проделали огромную-огромную лестницу в XVI веке. И вот мы спускаемся и видим ту самую пещеру, гроб Лазаря Четверодневного. Ну что, давайте, тропали. Да? Общее воскресенье, прежде Твоя страстью уверяя, Из мертвых воздвиглась и Лазаря Христе Боже, Тем же и мы его от родцы победы знамени носящи. Особо сильно, конечно, здесь всегда звучало чтение Евангелия. В Лазареву субботу раньше была всегда архиерейская служба в монастыре Марфы Марии Лазаря. Дальше шел крестный ход пешком к гробнице Лазаря. И у входа в гробницу совершался молебен, и на четырех языках читалась Евангелие. То есть по-гречески, по-арабски, по-румынски и по-русски о воскрешении Лазаря. Конечно, Лазарь и Гридиевон, возглашаемая громогласно на четырех языках, очень-очень всегда впечатляла. Эти фотографии из нашего семейного архива, 99-й год. Мы эту службу никогда не пропускали, а для того, чтобы лучше видеть крестный ход, народ обычно занимал все близлежащие крыши, что делали и мы. Вот это, например, моя мама в коричневой юбке. А это, собственно, я. В этом году все немножко по-другому, но наше сердце все равно с Господом может оставаться, даже несмотря на то, что не можем мы пойти. Многие из нас не могут сегодня пойти в храм. Мы можем читать Евангелие, этого никто у нас не отнимет. Можем рассказывать детям об этом евангельском событии. Можем подумать, как вера сделала Лазаря, Марфу и Марию друзьями Христовыми. Можем подумать о том, что такое быть другом Христовым. Проверить себя, а из какого чувства мы поклоняемся Господу Христу. Из страха молимся, потому что не хотим болеть страшными болезнями, потому что хотим дожить благополучно до старости. Или мы молимся в надежде получить благо в вечной жизни. Или молимся, потому что просто бесконечно любим Господа Христа. И готовы понести тот крестик, который он нам дает в этой жизни. Готовы, как настоящие его друзья, помогать ему, спасать других людей. Готовы молиться за всех. Вот хороший повод подумать на такие темы. Я же с вами пока сегодня прощаюсь. Обещаю выходить в эфир как можно чаще. И желаю вам мира душевного. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok